Взгляд НАТО резко увеличивает численность своих сил реагирования. Л. НАТО резко увеличивает численность своих сил реагирования. 5 февраля 2015 года, 2043 фото, Reuters, текст, Марина Болтачева, Юрий Богданов. Министры обороны стран НАТО приняли решение увеличить состав так называемых сил реагирования Североатлантического альянса более чем в два раза, с 13 до 30 тысяч. Альянс не скрывает, что усиление направлено против России. Инициатива НАТО не просто ставит под угрозу стабильность в регионе, но и противоречит международным договоренностям. Министры обороны стран НАТО постановили расширить до 30 тысяч человек сил реагирования альянса, заявил после прошедшего в Брюсселе совещание агентсек альянса Йенс Сталтенберг. «Определились с размером и составом главного элемента объединенной оперативной группы повышенной готовности», – сообщил Сталтенберг. «Мы решили, что группа быстрого реагирования будет состоять из наземной бригады примерно в пяти тысячах военных. Ее будут поддерживать ВВС, ВМС и силы специального назначения». Основной темой на брюссельской встрече стала ситуация на Украине и противодействие России. Как сообщила пресс-служба штаб-квартиры НАТО, решение об увеличении размера и состава новой передовой группы позволит альянсу реагировать на вызовы безопасности на Востоке и со стороны России риски, исходящие от южного соседства на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Речь идет о восточном фланге НАТО, то есть о странах Прибалтики и Восточной Европы. В новые военные подразделения НАТО, как заявляется, будут включены сухопутные, морские и воздушные формирования, которые можно будет направить в конфликтные регионы в течение нескольких дней. Это расширение Сталтенберг назвал ни много ни мало самым значительным усилением нашей коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, отмечает BBC. Встречу министров обороны стран НАТО Генсек начал с громких слов. Это очень критическое время для Европы. Ситуация на Украине становится все хуже и хуже, минус передает слова Сталтенберга официальный сайт НАТО. Потом он сделал противоречивое заявление, по его словам, Россия не несет прямой угрозы для восточноевропейских членов НАТО. При этом он утверждал, что, по оценкам Альянса, Россия подрывает безопасностью восточных границ Альянса, цитировал Генсек Атас. Кроме того, НАТО призвало Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Ец Сталтенберг также заявил, что Альянс не может поставлять оружие на Украину, хотя готов оказывать активное содействие по модернизации структур безопасности в этой стране. Также на заседании делегаты обсудили подготовку ко вступлению Грузии в Альянс. Уже проводится подготовка грузинских военных и создаются тренировочные центры НАТО в этой стране. Это особенно ценно, поскольку Грузия имеет уникальное географическое положение, минус приводит слова помощника Генсека Атас. Еще в конце января Сталтенберг заявлял, что ожидает от министров решения о создании подразделений по интеграции сил НАТО. Речь идет о контрольно-командных структурах, которые будут действовать в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии, минус уточнил он, добавив, что задачей этих структур станет координация действия между НАТО и национальными вооруженными силами. При этом в интервью французской газете «Лефигару» генсек Альянса говорил, что НАТО не ищет противостояния с Россией и не находится с восточным соседом в состоянии войны. В то же время США заявили о планах увеличить расходы на укрепление военных связей со своими союзниками по НАТО, в том числе на проведение совместных учений в Европе, в целях сдерживания действий России. Цель – Россия планы НАТО по расширению вызвали негативную реакцию российской стороны. Так, постоянный представитель России в Альянсе Александр Грушко заявил, что они представляют собой освоение возможного театра военных действий близ российских границ. «Это станет еще одним свидетельством того, что Альянс последовательно реализует решение саммита НАТО в Уэльсе об усилении восточного фланга с целью его защиты от мнимой угрозы со стороны России», – заявил он Интерфаксу. «Вкупе с другими уже осуществляемыми мероприятиями, включая серию непрекращающихся учений, непрерывную ротацию сил США и их союзников, усиление морских и воздушных группировок на Балтике и в районе Черного моря, создание объектов праеопорных пунктов Альянса различного назначения существенно ослабит военную стабильность и безопасность в регионе», – «минус» также сказал Глушко. «Такое решение противоречит духу и положениям основополагающего акта России, НАТО 1997 года о мерах сдержанности в военной сфере на территории новых членов Альянса и очевидным образом демонстрирует, что НАТО переходит к схемам обеспечения безопасности времен Холодной войны», – «минус» добавил он. Американская «The Washington Times» откровенно отмечает, что главной целью саммита НАТО 5 февраля является давление на Россию. «Министры обороны Альянса встретятся в четверг для того, чтобы выработать дальнейшие меры по противодействию военной угрозе, исходящей из Москвы», – писала накануне влиятельная газета «Weapon». Ранее президент США в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон занимается усилением стран на границе с Россией. Которые входят в состав НАТО. Напомним, что на саммите Североатлантического альянса в Уэльсе был согласован план по увеличению военных расходов всех членов НАТО до 2% от ВВП в течение ближайших 10 лет. Данную позицию активно лоббировали США, однако европейские члены придерживались другого мнения. Лишь немногие государства, в частности США и Великобритания, выполняют эту задачу. Германия тратит на нужды Бундесвера 1,3% ВВП. Бельгия тоже заявляла о том, что пока не готова увеличивать расходы на этом направлении. «Угроза стабильности в регионе инициатива НАТО представляет угрозу», – заявил газете «Взгляд» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», – член экспертного совета при военно-промышленной комиссии при правительстве России Виктор Мураховский. Она прямо противоречит основополагающему акту России, НАТО, где было сказано, что НАТО не будет размещать инфраструктуру и развертывать дополнительные части на востоке вблизи границ с Россией, – заявил он. Собеседник пояснил, что силы быстрого реагирования НАТО, которые предполагается увеличить до 30 тысяч человек, предназначены для развертывания к боеготовности в течение 72 часов. А силы первоочередного задействования, которые будут состоять из 5 тысяч военных, минус для развертывания в течение 24-48 часов, – и именно они предусматриваются вблизи границ с Россией, – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прямо назвала государства НАТО, граничащие с Россией, – прифронтовыми государствами. «Мы вынуждены реагировать на такие действия», – минус подчеркнул эксперт. Он отметил, что планы НАТО подразумевают не только увеличение численности развертывания групп быстрого реагирования, но и подготовку инфраструктуры вблизи границ с Россией. «Это аэродромы, пункты передового базирования, пункты и системы управления и так далее», – минус рассказал эксперт. «Министр обороны России уже заявил, что мы рассматриваем в 2015 году усиление группировок войск Российской Федерации на некоторых стратегических направлениях», – отметил Мураховский. «Прежде всего подразумевается западное направление, где мы граничим с государствами НАТО, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. Соответствующее изменение вносится и в план обороны страны, который в этом году должен утвердить президент, он будет действовать с 2016 по 2020 годы», – минус пояснил собеседник. Он добавил, что инициатива НАТО, особенно подготовка инфраструктуры, потребует существенных дополнительных средств. «При этом сами части будут развернуты из тех, что уже есть в составе НАТО», – минус отметил эксперт. «Группа быстрого реагирования, по сути, у них была и раньше, правда, вдвое меньше по численности, и формировалась на основе ротации национальных контингентов из разных стран, а управление было общенатовское. Много планов, мало средств, вполне возможно, что решение об увеличении группировки НАТО будет принято, потому что, как правило, выносятся уже согласованные вопросы», – минус сказал газете «Взгляд генерал-лейтенант Запаса», член экспертно-консультационного совета при перцентре Евгений Бужинский. «Но действия НАТО имеют в большей степени психологический характер. Я не думаю, что Россия в ответ начнет наращивать какие-то группировки», – минус добавил он. «В НАТО уже принималось много решений, но до практической реализации они не доходили. Сейчас идет истерика, нагнетание. Если они примут решение увеличить группировки до 30 тысяч, то кто будет их увеличивать? Американцы не будут, а европейцы просто не в состоянии. Литовцы и волатыши просто не смогут это сделать, у них нет на это сил», – минус пояснил Бужинский. «Прибалтийские страны не являются поставщиками безопасности. У них нет ни оружия, ни солдат. Реально обеспечат поставки вооружения как оборонительного, так и наступательного могут только США», – минус добавил военный эксперт. Текст Марина Болтачева, Юрий Богданов.